В общественных туалетах Китая появились таймеры. Таймеры эти устанавливают над кабинками, они показывают занято или свободно, что очень удобно, а также демонстрируют сколько времени посетитель находится в кабинке. Некоторые люди негодуют, некоторые задаются вопросом зачем это, а для меня лично это отображение цифрового концлагеря, тотальной дрессировки двуногих, тотального контроля. Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, провокация. Но вы помните, дорогие друзья, и знаете, обилие разнообразного бреда и жутких новостей, но я позволю себе именно поэтому зачитать вам короткое послание, которое я повесил в сообществе. Друзья, следующие слова могут показаться вам странными, но живите, живите счастливо, что бы ни было, закрутите роман, съешьте вкусненького, займитесь спортом, постригитесь, расскажите друзьям анекдот, улыбнитесь, не поддавайтесь страху, панике и гнету, избегайте депрессии. А именно приподнятое состояние поможет выжить, бодрость духа выведет, не вешать нос гардемарины. Сейчас много людей в нужде, подавайте просящим, помогайте, зачтется. И ни от одного из своих слов я не отказываюсь, живите с прямой спиной, с улыбкой на лице, конечно, следи за собой, будь осторожен, но все равно бодрость духа выведет. Добрый день и добрый вечер, уважаемые зрители, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И я нахожусь у храма Симеона Столпника на Новом Арбате. Здесь очень красиво поставили вот эту флористическую композицию. И даже ощущение, пока не видишь вот этой многоэтажки, ощущение, что словно бы и не на Новом Арбате, только вот шум автомобильный. Не зря я зову эту улицу большой членовозной. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Во первых строках два номера телефона, там же в описании ссылки на два телеграм-канала Рутуб и второй канал Ютуба. Прошу вас подписаться на эти ресурсы, я завел Рутуб. Ну, господи, необходимо диверсифицироваться. Вот, такие дела. И позволю себе порассуждать о дне сегодняшнем. Дорогие друзья, новостей на самом деле много. Новости жуткие. Прежде всего, прошу вас быть очень аккуратными с информацией, которую вы снимаете, а затем выкладываете, пишете, перепощиваете. Органы государственной безопасности задержали 48-летнего жителя села Октябрьское Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал МЭШ. Очень большой канал, у которого охват, как у мощнейшего СМИ. И, в общем, задержали. Теперь обдумывают классификацию слова шпионаж. И человек снял видео, я его выкладывать не буду. Видео жуткое, видео с гибелью людей, вероятнее всего наших людей. И я сниму головной убор. И Царствие Небесное всем нашим воинам, которые погибли в этом жутком конфликте, Царствие Небесное, и мирным людям, всем страдальцам Царствие Небесное, ужасно это. Но будьте осторожны с информацией, дорогие друзья. И, знаете, прежде чем я продолжу о том, что Минздрав хочет запретить водить машины лицам с расстройствами половой идентификации, я хочу сказать главное, то, что я не сказал в утреннем видео. Нам всем, России, городам России, необходимо иметь свои силы ополчения. Когда все это началось два года назад, или чуть меньше, говорили о формировании батальонов в различных городах и регионах, потом непонятно, что произошло, это дело затихло или нет. Каждому городу и Москве в особенности необходима оборона. Сегодняшняя война, сегодняшние боевые действия протекают невероятно быстро и оперативно. От Курска до Москвы немногим более полутысячи километров, к слову. И, знаете, прозевать можно все, что угодно. А с последствиями потом разбираться приходится очень долго. Что ж, Москве, другим городам необходимо свое ополчение. Без контрактов, без чего-то добровольцы, готовые защищать свой город, свой регион. Да, люди в большинстве с вами уже немолодые явно, но, уверяю вас, в этом ополчении будут и служившие, будут и люди с опытом. И я считаю, это вещь назревшая и необходимая ополчение. Нельзя относиться к этому ужасу с прохладцей и расслабленно. В то же время панику сеять нельзя, но необходимо быть бдительными и готовыми. Что ж, между тем, Роспотребнадзор Москвы сообщил о том, что 31 сотрудник черкизовского мясокомбината попал в больницу с острым кишечным отравлением. Острая кишечная инфекция, окида. И это же мрачный ужас. 31 попал, а сколько не в больницу? Ведь в больницу-то уже такие не очень бодрые попадают. И, соответственно, думаю, там эта вспышка мощнейшая. Речь, безусловно, идет о диверсии, о пищевой диверсии, которые чередой идут и катятся по нашей России-матушке. Эти вещи нельзя замалчивать, их нельзя заметать под ковер. Да, как нельзя убиваться нашим горем и нашими трагедиями, так же нельзя заметать под ковер и закрывать глаза на реальную опасность и угрозу. У нас нет пищевой безопасности. Это очень плохо, это чревато, это мрачный ужас. Что тут скажешь, вообще колбасы, даже если деньги на них есть, штука такая, там может быть микробная трансглютамаза, да, мои маленькие потребители этого субпродукта. И все, что угодно. А теперь еще и острая кишечная инфекция, шминфекция. Весело и радостно, дорогие друзья. Что же касается подготовки Минздравом России запрета на вождение автомобиля лицами с расстройствами половой идентификации, это кажется ерундой, с одной стороны. С другой стороны, это официально признанные расстройства, соответственно, дисфункции и так далее. С третьей стороны, это еще один шаг к несвободе. Я за традиционные отношения, я за традиционную жизнь и все такое. И вообще, знаете, но в этом случае я вспомнил почему-то анекдот. Едут крокодил Гена с чебурашкой, машину Гена купил, советские времена, Жигули, первая модель, едут счастливая. Чебурашка на колени к Гене забрался и рулит, рулит. Тут их госавтоинспектор и тормозит. И так заглядывает в салон автомобиля и говорит, так, ну-ка, уберите этого с руля. Чебурашка обиделся. Я не с руль, я чебурашка. Вот. Но тут речь идет, конечно, идет не о чебурашках. Потому я оставлю это, не буду комментировать свое мнение никак. Я уже все сказал. И выбирать выражение в таких щекотливых вопросах следует очень аккуратно. Речь идет о практической Евгенике. Также, как и то, что в огромном количестве тампонов, марок тампонов женских, простите, были обнаружены такие вещества, как мышьяк, свинец и ртуть, вызывающие бесплодие. И можно сказать, что это случайность. Там, по-моему, 15 ведущих торговых марок мира, говорят еще, брендов. Бренд это клеймо, торговая марка. И вот что происходит. Это программа планетарной практической Евгеники. Что ж, такие вот дела, дорогие друзья. И добавлю, знаете, напоследок об этом пишут заграничные СМИ. И ссылаются на них и наши СМИ. Ссылаются на журнал Форбс о том, что в нападении на Курск, Курскую область принимала участие, и принимает участие 80-я бригада ВСУ, повинная в расстрелах пленных россиян. Это мрачный, поганый ужас. Ненависть, конечно, зашкаливает. Ненависть, конечно, зашкаливает. И повторюсь, нам, России, народу России, необходима дружина. Нам необходимо ополчение. Для того, чтобы противостоять таким вызовам. Ополчение – это значит люди, имеющие какую-то подготовку, умеющие держать автомат в руках, и которые в течение часа по сигналу своего старшего смогут собраться. Это очень важно. Это очень нужно. Это необходимо создавать с пометкой «вчера». Конечно, это должны делать официальные власти. Ну, пойдут ли они на это? Я считаю, что это необходимо. Необходимо для сохранения безопасности нашей Родины и наших граждан. Об этом говорит Атраковский на своем канале. Замечательный Атраковский говорит о необходимости такого. Ну, в схожем ключе я считаю, что это необходима ситуация очень и очень серьезная. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Описание подскажет, как YouTube глушит. Обязательно подписывайтесь на Telegram, дорогие друзья, и на Routube. Попробуем такой эксперимент. Что ж, улыбок, хорошего настроения, бодрость духа выведет, выведет бодрость духа. Знаете, я готов защищать Родину, я люблю Россию, готов жизнь отдать за Россию. Ну, вот контракты никакие подписывать ни с кем вообще не хочу. Как-то вот так не люблю эти контракты. И слово какой-то «контракт» отдает, знаете, контракт с... Ну, вы поняли с кем, не к ночи будь упомянут. Господи, помилуй. Молитесь, друзья, молитесь, ибо время нынешнее требует молитв. Молитесь.